Мы можем сделать что-то только тогда, когда эту работу начинает у нас Святой Дух. Отношение к посланному Богом человеку меняет полностью отношение Бога к тебе. Ваша душа, она как будто преображается, как будто солнце начало светить, и у вас внутри появилась радость. Вы страдали прямо сейчас. Исцеляющая сила прошла по вашему телу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, мой Бог! Тачь, тачь, тачь! А, слабо жди! С болью уходит из твоей души. С болью уходит из твоей души. Как только Виктория откоснулась в него боль, я видел, как тут боль вышел. Тут боль вышел. Дух боли выжил! Дух боли выжил! Распитываю Долору Сито! Тач! Тач! Тач!" Тач! Тач! Эй! Тач! Тач! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, это дневник саммита четвертое измерение 20-24 проявления Бога каждый день твоей жизни. И сейчас апостол делится. Вот действительно, это такое послание, это такая сила, это такая мощь. Вот честно хочу сказать, что я не помню, чтобы у нас в миссии был такой саммит. Я не помню. Я с 2016 года в миссии. Я не помню такой мощи. Я не помню такого учения. Это действительно что-то вот вчера Виточка вышла на сцену и сказала, Бог перевел нас на новый мировой уровень служения. Это действительно, это ощущается во всем. Ты заходишь в зал и видишь людей со всего мира в этом зале. В онлайне сколько подключений. Дима, скажи, нас смотрят везде. Сколько языков уже сейчас переводится. Прямо в эту самую секунду. Да, да. И вот, знаешь, как интересно, ты смотришь, какие чудеса уже Бог начал делать. Это феномен, что апостол молится в прямом эфире. И также апостол молится просто за нужды людей. Там посылают фотографии апостолу на телефон. Он начинает молиться, и люди получают мгновенное исцеление. Это феномен. И рядом со мной стоит брат наш с Италии. И у него был такой интересный опыт. Я чуть-чуть расскажу. Апостол молился за нужды на Бали. И там были множество нужд в телефоне. И он смотрел, и вдруг он увидел свою фотографию, как апостол молился за свою фотографию. У него были несколько диагнозов. В больнице доктора говорили, если даже у тебя один из его диагнозов, который у него был, он сейчас расскажет, то уже ты мог умереть. А у него были несколько диагнозов, проблем, которые должны были вести к смерти. Потрясающе, да? Хочется услышать историю. Я в этом моменте говорил, что я чуть-чуть расскажу твою историю. Я понял, я понял. Где-то год назад я познакомился по телефону с Виолеттой, консультантом, и я понял, что этот служитель, он как харизматически сильный. И я полон смирения. Я познакомился вот с этой служением. И один год назад я был в Риме. Была сильная, большая молитва. И в фаттемпу я всегда был в контакте с Телекрусадой, с другими коллегами, которые были в контакте. Каждый раз, когда у меня были какие-то вопросы, какие-то нужды, я всегда связывался по телефону, чтобы за меня помолились, послужили мне. Но в прошлом году этот год был для меня очень тяжелый. Потому что я делаю очень ответственную работу. Я работаю в фирме, которая занимается транспортом. Что-то случилось в прошлом году, и это принесло большой стресс в его жизни. И это произошло в конце 2023 года, начало уже 2024 года. Я начался на феврале. 31 декабря я не праздновал вообще, потому что у меня начался как день с температурой. Но у меня была сильная болезнь в груди и в правом плече. И я пробовал какие-то лекарства, пробовал что-то, чтобы стало легче. Врач не приходил, чтобы меня увидеть, и он говорит, что тебе нужно ехать в больницу. Я не понимал, что за диагноз, что за проблема у меня конкретно. В конце концов я дошел до точки, что я просто уже не мог встать с кровати. Все мышцы приносили боль. Я позвал врача. Врач сказал, что тебе нужно ехать в больницу. Я был в больнице, но там ошиблись диагнозом. Он говорит, что это просто как от зуба проблема. Я в тот день не помню ничего. Мой брат пришел в больницу тоже. Вся суть в том, что у меня была инфекция в крови. И все мое тело, оно было воспаление, и тело прямо стало надуваться. И вместе со всем этим у меня был еще один диагноз, одна проблема, который только от этого ты мог умереть. И легкие, они были полны жидкости. И на всем теле были какие-то нюансы с кровью. Как будто кровь была заблокирована прямо по всему телу. В конце концов, поняли, что у меня два вируса. Один из вирусов – это до 1 миллион, до 1 персон. Вау. Такой вирус редкий, что его может получить один человек из миллиона. О, Боже. Он даже не мог ходить в туалете, там проблемы с почками и ему делали диагнозы. Они сказали у моего брата, что у него нет шансов. О, Боже. О, Боже. Так вот, дочка позвала священника, чтобы его уже помазать вот так. Восемь дней там пробовали с антибиотиками, антибиотики форты. Да. И не поняли, не могли понять до конца, что это все-таки за проблема. Они пробовали какие-то антибиотики тяжелые. Но все было неудобно. Все было неудобно. Но все было неудобно. Они были уверены, что у меня не было надежды. Я умер. Ничего не помогало и не было надежды уже. Они привезли меня в другой больнице, чтобы отрезать вот эту кровь, которая была проблематичной. Должны были сделать операцию. Должны были сделать операцию. То есть ставят в легкие трубки, которые помогают, чтобы кровь, жидкость вот эта от легких откачать. И они уже были готовы пойти вот в этой больнице. И там, чтобы он… Как он сказал, что он… Его же отправили в специальную палату. Честно вам говорю, я слушаю эту историю вот так более детально. И я просто… Становишься без слов. Потому что рядом с тобой стоит человек, который вот имел такую историю, да? И ты просто в шоке. Что может случиться с твоей жизнью? Пошел там у врача. Там диагноз поставили непонятно. Там еще что-то. Там… И просто жизнь… Вдруг вирус, который может иметь один человек из миллиона. Это же просто, знаешь, как издевательство. Тупо дьявол издевается. И ты просто как остаешься без слов. И что это произошло? И чудом врач, который оперировал в другой больнице, он оказался в той больнице, где ему надо было быть… Адременно он был умер. Адременно он был умер. Другую операцию специально для Него. Для Бога ничего не бывает случайно. И оттуда я, как шаг за шагом, у меня как была еще фармакологическая кома. Он был просто подключен к множествам разным аппаратам, тубам, шлангам, вот этим всем. Он не мог пить ни воду, он пил только специальную воду, как желатильная вода. В реанимации у него вообще было проблематично, потому что медсестры помогали другим людям, а ему не могли помочь, потому что там много людей было. Двигалась только левая рука. В 5-10 минут я только мог брать вот этот сосуд. Это было как желатина. Ага. Он зубами как отрезал вот это и кушал как вот эта желатильная вода. И он позвал также адвоката, потому что, видите, я просто удивлен, насколько как будто какая-то проклятие пришло в его жизни. У него просто по полной программе везде ему не везло. Вплоть до того, что он попал в больницу, ему должны хотя бы по минимальному ему помочь, хотя бы по минимальному. Вот представь, сидит человек, как будто какая-то неудача самая полнейшая. Диагноз здесь миллиона. Потом он сидит, зовет, даже просто зовет адвокатов, чтобы у него была самая малейшая хотя бы помощь, чтобы медсестры ему хотя бы чуть-чуть помогли. И Виолетта, консультант с миссии, говорила с сыном его, и сын отправил фотографию. Апостол через, как помолился за фотографию. И вот исцеление, которые у меня были, как все проблемы, которые у меня были, после этого шаг за шагом они начали исцеляться, каждая проблема. Именно после того, как апостол за фотографию помолился, да? Да. И первое, он вышел из реанимации. И также он был как в отделе хирургии, и также после этого он вышел из хирургии. Да, я проснулся из хирургии. И также уже я понял, что все начало стабилизироваться в моем здоровье. В короткое время он потерял 50 килограмм. Это за время болезни, да, получается, 50 килограмм? И там в отделе хирургии он шаг за шагом начал двигать ногу, потому что он не мог даже двигаться, ничего не мог. Когда я увидел, что у меня остались столько костей, это было жестко. И если раньше я не мог не кушать, кушал очень плохо, то сейчас как начал кушать... И даже начали принести уже еду с дома, чтобы я мог кушать. Все нужно было мелчать, да, чтобы кушать. И в течение полтора месяца я как поправился на 21 килограмм. Вау, это здорово! Аллилуйя! И я успел бороться за каждую ситуацию, потому что я должен бороться даже против медиков. Один не был способен, а другой не хотел, чтобы они умерли. И уже понемногу он как начал побеждать. Мне очень интересно в этой истории, что прям целая война, как будто дьявол напал на него. Представь, даже врачи, они как... Все, что они делали, они делали против него, и оно все шло хуже и хуже. И вот он говорит, что даже уже как началось вот это по чуть-чуть и с врачами решаться. И у него уже получилось войти в реабилитационный центр. Но так же и они не хотели, чтобы я исцелился. Они хотели его поместить на три месяца вот в этом отделе. И он в месяц уже ушел. Но я в полтора месяца оттуда уже вышел. Вау! То есть половина этого срока. Да, да, да. Через полтора месяца уже вышел. Да. Аминь, аминь, аминь! Аминь, аминь! Ты можешь эту надежду, хотя бы хоть что-то мне скажут. Но тебе говорят, у тебя нет шансов. Все. Вирус, который поражает людей один на миллион. Один на миллион. Это редчайшая болезнь. Редчайшая. Которая привела его в состояние, что его тело распухло. Его почки начали отказывать. Ему подключили диализ. Он не мог кушать. Ничего не мог. Ничего. Он просто лежал в реанимации. Легкие наполнились водой. Вообще это просто кошмар. Которые выкачивали, трубки. Кошмар. Да, человек лежал. Вы только подумайте, насколько какое-то жесткое проклятие, что врачи, которые по логике должны были ему помочь, они еще хуже все делали. Понимаешь? Вдруг поставили неправильный диагноз, что все воспаление от зуба. Ну, представь. Изначально, да? Вот оно пошло. Да. Воспаление от зуба отдает в легкие, в почки. Тут, знаешь, как логики даже нет. И его уже неправильно начинают лечить. И все хуже и хуже становится. Вот это то, что говорит пастор. Он говорит, что вот проклятие. Оп. И приходит это. И самое интересное, как можно было получить исцеление, находясь там в больнице? Вот сегодня это не единичный случай такого исцеления. В коме. Стой. Он еще в коме, в реанимации. Да. Он вышел с коми. Потом. После молитвы апостола. После молитвы. Берут фотографию и отправляют апостолу. Есть такой человек. Он лежит сейчас в больнице. Он в коме. Не соображает ничего. У него диагноз. Речайшая болезнь. Не соображает ничего. Половина органов не работает. Человек просто умирает. Дело времени только, да? Когда закончится его жизнь. В чем заключается феномен? И вот это помазание, на которое апостол помазан, что он без надежды, без всякого вообще. Да. Он не может. От него уже не зависит ничего. И представьте себе. Отправляет его нужду. И апостол молится. Не видя этого человека. Не возлагая на него руки. Да? Просто фотография. И все. И представьте феномен в том, что после молитвы. Тут же с реанимации выписывают. Тут же говорят, мы не понимаем, что с вами происходит. С хирургией начинают. Да, да. И все. Шаг за шагом. Вы на три месяца. Как будто вот, знаешь, этот демон, который хотел убить его. Он был связан и, оп, брошен. И это проклятие было разрушено. Вау. Его даже хотели задержать еще на три месяца. Еще выпребывать. Угу. Видишь, что дьявол творил. Не отпускать. Но если Божий человек за тебя помолился. Представь, даже через фотографию. Все. С этого момента, с этой секунды, все в твоей жизни начинает меняться. И если в твоей жизни был послан, может через колдовство, через что-то, был послан ангел-губитель. То после молитвы Божьего человека, после молитвы апостола, да, все начинает меняться. И сразу, да, к человеку приставлен ангел, который все начинает менять. Все меняет. Вся жизнь меняется. Спасибо. Это потрясающая история. Бог сделал такое чудо в вашей жизни. Мы рады, что вы здесь. В хорошем здравии. С нами. Славите Бога. На этом саммите. И он также был в Франкфурте. Пиано-пиано. 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 Молился еще за него. И когда был во Франкфурте, он еще как не был до конца восстановлен. Но шаг за шагом, вот как Бог его начал восстанавливать. Слава Богу. Если бы не служение апостола Владимира и Виктории Монтян. Друзья, вот посмотрите на этого человека. Его бы сегодня здесь не было. Он бы не был в живых. Потому что все шло к тому, уже настолько был критический момент. Реанимация, кома. Если бы врачи могли что-то сделать, но они просто не могли. И человек обречен в такой ситуации. Просто обречен умереть. Но приходит Бог в эту больницу. Сила Духа Святого. Через молитву помазанника. Он берет фотографию и возлагает на нее руку. Друзья, это не какой-то крусейд. Это не какое-то собрание, где молятся за исцеление больных. Апостол может находиться у себя дома. Открывая телефон и молясь за этих людей. И посмотрите, вот сидит человек. Здоровый, счастливый, красивый. Полон сил, энергии. Он сегодня с нами на саммите. Это ли не чудо? Аллилуйя. Так он еще приехал на саммите вместе со своими детьми. Это вообще круто. Класс. Бог великий. Бог великий. Аминь, аминь. Слава Богу. Слава Богу. Такие истории настолько потрясают. Знаете, я скажу, что давно уже с апостолом в команде. И Дима тоже рядом, близко. И мы видим, что апостол и Виктория, вот любая минута, которая есть у них, они обязательно молятся за больных. Я сама передаю нужды. Ко мне поступают из партнерского отдела очень много нужд. Ко мне люди напрямую пишут, кто знает мои номера. Пожалуйста, передай апостолу. Сегодня даже вот я шла по коридору. Ко мне подбежала женщина и вручает записку. Пожалуйста, прошу. Я умоляю тебя. Мой брат болен. Передай, чтобы апостол молился. Кидают фотографии днем и ночью. Даже звонят, бывает, в Армении. Там вообще другое время. Я уже, бывает, сплю. Мне говорят, пожалуйста, срочная нужда. Сейчас передайте. Прямо сейчас. Я говорю, хорошо. Я отправляю апостолу. И знаете, мы видим это, как они молятся свиточкой. Постоянно. И днем, и ночью. И мы видим, что делает Бог. Это действительно, это восхищает настолько. Это невозможно передать словами. Когда ты осознаешь, что человека не было бы в живых. Я помню здесь, в Италии. Помните за девочку маленькую, Алеонору. Бабушка вот, да, она здесь на саммите, кстати. Мы с ней пообщаемся еще. То же самое. Ребенок был в коме просто. Ну, крик души у нее был. Ребенок умирает. Маленькая девочка под аппаратами. Врачи говорят, извините, синдром Лея. Мы не знаем, как это лечить. Нет, нет лечения. Нет, не существует. Не существует. Вот это приговор. И ребенок тает на глазах просто. Клетки мозга отмирают. Лежит, как бездыханное тело лежит просто. Только аппараты поддерживали ее жизнь. Но он наберет фотографию своей внучки и отсылает апостолу. Апостол сидел в студии, записывал передачу. Друзья. И во время этой передачи помощники говорят, пожалуйста, пастор, вот нужда, сейчас прислали. Помолись за эту девочку. Он возлагает руку, молится. Это была минутная молитва, короткая. Моментально ребенок исцелился. Моментально. На утро перевели с реанимации в палату. Начала кушать, попросила, открыла глаза, вышла из комы. Боже мой, это такое чудо. Это чудо, настоящее, реальное. Я вот, знаете, даже не побоюсь этого слова сказать. Буквально, когда молится апостол, люди воскресают из мертвых. Потому что когда он лежит уже в коме, бездыханный, просто как труп лежит. И одна молитва, она способна перевернуть все, изменить, вернуть эту жизнь, вдохнуть эту жизнь. И сделать так, как будто никогда не было этой болезни. Вот в каком мы сегодня служении? Какое сегодня помазание на апостоле и на Виктории? Друзья, я хочу, чтобы вы, зрители, вы это понимали. Какое это служение? Что сегодня происходит, когда они проводят такие саммиты? Саммит четвертое измерение, сколько жизней меняется? Сколько исцелений прямо в эту же секунду происходит, когда мы с вами в студии, а апостол на сцене? Происходит невероятное, невероятное. Разрушается проклятие там в зале и в прямом эфире, в зуме. Бесы уходят, оставляют людей. Приходят благословения величайшие на жизнь этих людей. Величайшие! Аминь. Это так и есть. Да, да. Сейчас только что есть брат, у которого как будто вросшая была боль, несправедливость, которую ты пережил примерно пять с половиной лет назад. И прямо сейчас Господь освобождает тебя. Полное исцеление! Полное исцеление! Полное исцеление! Полное исцеление! Сердце твое полностью исцелено сейчас. На физическом уровне. Друзья, многие физические проблемы, они пришли через душевные проблемы. Сегодня исцеление приходит! Твердыни рушатся! Прямо мы фили! Твердыни рушатся! Стригами блоки. Твердними рущатся. Я видел только что воспалительный процесс у женщины. Внизу живота. Это кровотечение. Оно остановлено. Оно остановлено. Оно остановлено. Оно остановлено прямо сейчас. Кисты. О мой Бог, Господь Святой. Прямо сейчас исчезают, 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 эти кисты исчезают, эти опухоли исчезают, новообразование исчезло. О, мой Бог, аллилуйя! Вы прямо почувствовали, как с вас вышел этот дух страха. И есть кто-то, кто дома нашел яйцо, как будто кто-то подложил вам это яйцо в доме, кто-то из ваших знакомых. Это было какое-то время назад, и после этого в вашем доме все болеют. Прямо сейчас это проклятие разрушено. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Тач, 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 о мой Бог! Аллилуйя! Тач, 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 о мой Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Силой Святого Духа сейчас! Господь, он вытягивает, он вытягивает сейчас! Ввели в этом момент, на форте. Как будто жилы пустили свои демоны, пустили прямо в твою душу, чтобы сжимать постоянно, сжимать постоянно. Есть человек, который сжатый, 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 сжатый. Ты сжимаешься видя кого-то, сжимаешься видя какого-то человека. Ты сжатый! Я разрушаю эту проклясера! Этот контроль развито! Этот контроль развет! О мой Бог! Аллилуйя! 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 Аллилуйя 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 Um, давайте все поднимем руки. У меня начинается новая жизнь! Новая жизнь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 В моих обстоятельствах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дьявол говорил, воля Божья, чтобы ты болел Дьявол говорил, воля Божья, чтобы кто-то умер из твоих близких Дьявол говорил, что это воля Божья, чтобы ты развелся Дьявол жец Оставление веры От Духа Святого Рема Это когда Бог говорит тебе лично Это Бог обращается прямо к тебе лично Он прямо тебе наслаждает идею Он прямо тебе проговаривает Он прямо тебе говорит, остановись Ты уже сказал, что ты разводишься Нет, остановись И ты говоришь, Боже, прости Все, кто хотели развестись, скажи, я не буду разводиться Боже, нет Я не принимаю болезни Я не принимаю поражения Скажи со мной, я не принимаю поражения Я благословенный во Христе Иисусе Мой разум благословенный Мои эмоции благословенные Моя воля в Духе Святом Дорогие друзья и партнеры Наше сердце переполняется благодарностью и любовью к каждому из вас Спасибо за ваши молитвы Мы благословляем вас и ваши семьи Пусть мир Божий наполнит ваши сердца Этот прекрасный саммит, который стал ответом для миллионов людей Вышел благодаря вам, дорогие партнеры Чтобы стать партнером, пишите нам или посетите наш сайт Пусть Бог укрепляет вашу веру Спасибо каждому, кто уже стал партнером И поддерживает финансово служение апостола Владимира и Виктории Мунтиан Пусть Бог укрепит вас Знайте, что мы с Викторией молимся за вас каждый день Мы можем сделать что-то только тогда, когда эту работу начинает у нас Святой Дух Отношение к посланному Богом человеку меняет полностью отношение Бога к тебе Ваша душа, она как будто преображается Как будто солнце начало светить И у вас внутри появилась радость Вы страдали прямо сейчас Исцеляющая сила прошла по вашему телу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok